Здравствуйте, уважаемые студенты! Я заведующая кафедрой анатомии с курсом топографической анатомии имени Сабагатулы Раскадевча-Фарнбаева. Меня зовут Ахмат Нургулим Сагитуловна. Тема сегодняшней лекции – морфо-функциональная характеристика пищеварительной системы. План лекции – общий обзор пищеварительной системы, особенности строения глотки, функциональное значение, особенности строения тонкой и толстой кишки, функциональное значение, особенности строения топографии печени, поджелудочной железы и понятие о брюшине. Пищеварительный тракт начинается с полости рта, с находящимися в ней органами и прилежащими большими слюнными железами. В ротовой полости пища пережевывается, смешивается со слюной и поступает в глотку. Далее пищевод из пищевода поступает в желудок, из желудка в тонкий толстый отдел кишечника и заканчивается прямой кишкой. В ротовой полости находится язык, твёрдое, мягкое нёбо, миндалины, зубы верхней и нижней челюсти. Также в ротовую полость открываются слюнные железы. Околоушная железа открывается в преддверии на уровне второго маляра. Поднижнечелюстная и подъязычная железа открывается в одноимённый сосочек. Воспаление нёбных миндалин называется тонзилит. Стенки органов пищеварительного тракта имеют слизистую оболочку, подслизистую основу, мышечную оболочку, которая состоит из двух слоёв, кроме желудка, так как в желудке имеется трёхслойное строение и наружную оболочку, сирозную или адвентицию. Глотка находится позади носовой полости, ротовой полости и позади гортани. Глотка называется фарингс. Воспалительный процесс называется фарингит. Он напоминает форму перевёрнутой бутылки, дном вверх, горлышком книзу. Особенностью носовой части глотки является то, что на её боковой поверхности имеются отверстия и встагивы трубы. Это отверстие соединяет носоглотку с полостью среднего уха. Её функция – это выравнивание атмосферного давления от окружающей среды с внутренним ухом. Иногда, особенно при взлёте на самолёте или при снижении, давление становится разным. Например, 600 мм рт. ст. а в носоглотке – 760. То есть, когда барабанная перепонка выгибается кнаружи, тогда нам приходится сделать глотательное движение – съесть конфету или попить лимонад. В этом случае также участвуют мышцы, поднимающие и напрягающие мягкое нёбо, так как эти мышцы прикрепляются к евстахевой трубе. При их сокращении просвет расширяется и давление выравнивается. Но есть и другая, отрицательная сторона, когда какая-либо инфекция – вирусная, либо бактериальная – может проникнуть через евстахевую трубу из носоглотки в среднее ухо и вызвать воспаление, которое называется оттик. Это часто встречается у маленьких детей, так как у них просвет евстахевой трубы короткий и широкий. Ротоглотка является перекрестом дыхательных и пищеварительных путей. После глотки пища поступает в пищевод, далее в желудок. Пищевод имеет форму трубки, строение, имеет три сужения, два расширения, и слизистую оболочку, однотипную, как и для всех органов пищеварительной системы. Мы остановимся на желудке. Желудок является резервуаром пищи, где она накапливается, перемешивается, переходит в полужидкое состояние, называется химус, и эвакуируется в двенадцатиперстную кишку. Здесь происходит химическая обработка, начало переваривания, главным образом белковой природы и всасывание. А всасывается у нас глюкоза, алкоголь, вода и соль. Внутренним слоем желудка является слизистая оболочка. Она образует продольные поперечные складки вдоль малой кривизны, их мы называем желудочной дорожкой, так как жидкая часть пищи, минуя желудок, попадает в двенадцатиперстную кишку. Железы построены в желудке в виде трёх клеток, главные, которые вырабатывают пепсиноген и химозин, обкладочные железы вырабатывают соляную кислоту и антианимический фактор, и добавочные железы участвуют в образовании слизеподобного мукоиного секрета. Ежедневно вырабатывается от полутора до трёх литров желудочного сока. Продольные и циркулярные мышечные волокна от пищевода переходят в слои желудка. В желудке ещё имеются и косые волокна, поэтому мы говорим, мышечные волокна желудка трёхслойные. При наличии содержимого каждые 20 секунд в желудке возникают перистатические волны, способствующие эвакуации. Форма желудка непостоянная и меняется в зависимости от наполнения, а различает в виде формы рога, формы крючка и формы чулка. Желудок покрыт брюшиной со всех сторон. Тонкий отдел кишечника. Его разделяют на три части. Неподвижная – это двенадцатиперстная кишка, дуоденум, воспалительный процесс называется дуоденит, и подвижную, более мобильную, тощую и подвздошную кишку. Тощая кишка называется еюмум, подвздошная кишка называется ильюм. Начальный отдел двенадцатиперстной кишки рентгенологически выделяет его как луковицу, играющую роль резервуара пищи. На слизисте нисходящего отдела имеется продольная складка с большим фактером и малыми сосочками, куда открывается желчевоносящий проток и выводные протоки поджелудочной железы. Какой-либо анатомической границы между тощей и подвздошной кишкой практически нет. Тощая кишка, она располагается в основном слева и сверху, а подвздошная кишка снизу и справа. Обе эти являются подвижными частями, они покрыты брюшиной со всех сторон и имеют прыжейку. В тонкой кишке продолжается химическая переработка пищи и всасывание продуктов ее расщепления, а также происходит ее механическое перемешивание и продвижение в направлении к толстой кишке. Очень важна эндокринная функция тонкой кишки. В связи с выполнением основной функции переваривания и всасывания имеются структуры, увеличивающие всасывательную поверхность. Это в первую очередь циркулярные складки керклинга, образованные слизистой оболочкой вместе с послизистой основой. На поверхности слизистой оболочки видны многочисленные ворсинки и крипты, которые увеличивают всасывательную поверхность кишки. Лимфоидный аппарат представлен одиночными и групповыми лимфоидными образованиями. Одиночные лимфатические фолликулы называются фолликули солитари, и групповые, мы их называем первые бляшки, фолликули агрегатти, в количестве от 20 до 30 в каждой подвздошной кишке. Их предназначение барьерная функция синтез антител. Толстая кишка от тонкой кишки отличается тем, что у них имеются мышечные ленты, свободная лента, сальниковая лента, брыжечная лента. Также имеются гаустры, это складки между полулунными складками, образуется выпячивание стенки кишки, а также имеются сальниковые отростки. Главной функцией является всасывание воды электролитов, формирование каловых масс. Всасывание и формирование в основном происходит в правой половине ободочной кишки, а левая ее половина и прямая являются резервуаром для хранения оформленного кала и его эвакуации. Печень – это самая большая железа. Функциональные особенности печени. Печень имеет многогранную функцию. Печень принимает участие во всех основных биохимических процессах организма, и поэтому ее называют химической лабораторией. Образует омоляющие жиры пищи желчь. Желчь способствует перевариванию жиров и белков, эмульдирует движение кишечника, обеззараживает ее верхние отделы. Желчью выводятся пигменты холестерин, соли кальция, участвует в выработке мочевины. В ней откладывается гликоген. Ее образы называют депогликогена. В финальном периоде кровит в орган функцию. Также богоцитарна и барьерная функция. Происходит обеззараживание продуктов. По воротной вене в печень поступают питательные вещества для обезвреживания токсических компонентов и отложения гликогена. От поджелудочной железы поступает инсулин, а из селезенки продукты распада эритроцитов, которые используются в течении печени для выработки желчи. Закономерно, что в любой орган обычно поступает артерия, выходит вена, а в печень же входит собственная артерия печени и входят воротные вены. Разветвление входящей артерии протекает малый объем крови, где-то около 30%, но с большой скоростью. Как и воротные вены, значительный объем составляет 70%, но с небольшой скоростью. И на уровне печеночной доли формируются широкие капиллярные синусоиды, в которых уже будет смешанная кровь. В синусоидах кровь течет очень медленно, обеспечивает тесный контакт с клетками печени. Из синусоидов кровь поступают центральные вены, а из центральных вен образуются уже печеночные вены, которые вливаются в нижнюю полую. Поджелудочная железа условно разделяется на три отдела – головку, тело и хвост. Проток поджелудочной железы, версунгов проток, идет от хвоста до головки. И в области большого двудонального сосочка, фаттеров-сосочек, он соединяется с общим желчным протоком, который, в свою очередь, имеет сфинктер Одди. Поджелудочный сок и желчь поступают одновременно. Добавочный проток поджелудочной железы открывается на малом двудональном сосочке. Поджелудочная железа будет ежедневно 0,7 литров поджелудочного сока, который содержит множество ферментов, расщепляющие белки, расщепляющие крахмал, расщепляющие жиры. Эндокринная часть поджелудочной железы представлена панкреатическими островками Лангерганца, которого выделяет гормон инсулин, снижающий содержание глюкозы и жирных кислот в крови, способствует их отложению в виде гликогена и жира в клетках нашего организма. Теперь понятие о брюшине. Брюшина представляет собой серозный мешок в виде двух листков, которые охватывают всю пищеварительную систему. Она состоит из париентального листка и висцерального. Париентальный листок, как я уже говорила, пристеночный называется, покрывает полностью стенки брюшной полости, а висцеральный листок покрывает каждый орган по отдельности. Если орган покрыт со всех сторон, то он называется интерперитониально. Если орган покрыт с трех сторон, то есть спереди и с боков, называется месоперитониально. Если орган покрыт только спереди, называется экстраперитониально. Также брюшин образует малый и большой сальник. Малый сальник называется аментум минус, большой сальник называется аментум майус. Вот в виде фартука покрывает полностью всю переднюю брюшную стенку. Спасибо за внимание.